Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы тестируем новинки 13 каталога. Пилинг, отбеливающую серию и многое другое. Итак, поехали. У нас с вами утренний уход. И будем начинать моего с умывания. В роли умывашки у меня жемчужный крем из линейки Асиул. Артикул 0397. Очень люблю его. Это такой воздушный, легкий продукт. Он на самом деле жемчужный. И когда мы его вспениваем в руках, а я люблю делать именно так, он дает огромное количество пены. Вот смотрите. Добавляем водичку, вспениваем буквально горошинку в руках и умываемся. Умывает до скрипа, очищает личико. И утром и вечером просто изумительно. Все, кожу очистили. Что мы с вами будем делать дальше? Дальше мы будем с вами тестировать пилинг. Но сейчас, утром, пока я, конечно, вам этого делать не советую. Максимум вечером, с утра SPF для тех, у кого кожа склонна к пигментации. У меня, слава богу, в этом году она так не проявлялась. И я далеко не каждый день пользовалась кремом с SPF. Поэтому я сделаю с утра. Я знаю, что в моей коже ничего не будет. Вообще, я планирую на постоянной основе его использовать с октября. Потому что сентябрь у нас еще теплый, солнечный. Так, поехали. Пилинг у нас с вами, артикул 120.07. Это линейка экспертов. Обновили кремушки. И добавили вот такой вот классный продукт. Читаю. Если крема я уже попробовала, у меня сложилось определенное впечатление, то пилинг буду пробовать вместе с вами. Здесь у нас целых три вида кислот. Насколько я помню по каталогу. Предназначен для устранения гиперпигментации и возрастных изменений кожи. Осветляет, мягко отшелушивает, выравнивает рельеф кожи. Стимулирует выработку эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты. Так, способ применения. Нанести пилинг тонким слоем на чистую кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Если у кого-то есть пигментация на ручках, возрастная можно наносить и на ручки. Нужно. Так, через 10-15 минут смойте средство теплой водой. Рекомендуем применять 1-2 раза в неделю. Я бы посоветовала у того, у кого есть пигментация, делать через день. Но когда уже будет осень. Когда уже будет осень, октябрь, ноябрь, через день, а то и каждый день, проделать курсы. Можно чередовать, чтобы был максимальный эффект. День пилинг, день карбокситерапии. День пилинг, день карбокситерапии. Вы увидите действительно, как пигментация будет, по крайней мере, точно светлеть. Так, дальше, что у нас с вами рекомендуем применять? Ага, смойте при попадании в глаза большим количеством воды. При выходе на улицу обязательно используйте SPF не ниже 15. Вот так, пробуем. Такой у нас с вами носик. Удобный дозатор. Гелеобразная консистенция, прозрачная. Сейчас посмотрим, будет щипать, не будет. Видите, вот два пигментных пятнышка таких наиболее выраженных. Вот тут немножечко так после юга. Но это все у меня зимой, как правило, убирается. С хорошим уходом. Пока не щипет. Сейчас посмотрим. Я прям тоненьким слоем наношу. Вот загорала, загорала лицом, да, чтобы приехать и бац, осветлиться. У меня, кстати, есть вот высыпание. Два симметричных после дороги появились. У меня это редкость, но бывает. Вот как раз сегодня на ночь клеила из NFW вот эти стики. Они прям подсохли хорошо. Правда, ночью тут слетели, естественно. Надо их до конца убрать. Вот видите, тут прыщик прям был. Над губками у меня. Видите, пигментация есть. Тогда обязательно наношу. Он начинает пощипывать. Аромата не имеет никакого совершенно. Начинает пощипывать в тазоне чуть-чуть. Подбородочек, чувствую, пощипывает. Так, носик как следует. На веки я такое, конечно, не наношу. На нижнее, да, на верхнее нет. Лоб. Пилинги – это обязательный этап очищения кожи возрастной. Обязательный. Вот без них добиться желаемого результата очень тяжело. Вот кислотный уход очень важен именно для возрастной кожи. Так, всё нанесла. Пока как бы всё комфортно. Вот лёгкое-лёгкое пощипывание. Но у меня кожа такая, она привыкшая к кислотному уходу. Конечно, если вы не пользовались никогда пилингами, делайте это впервые. Или пользовались только пилингами Фиберли. Они достаточно мягенькие. Такие деликатные для домашнего использования. Вам может как бы и сильно жечь. Это тут всё индивидуально. Мне пока вот где-то кое-как местами лёгкое покалывание. И то всё уже, мне кажется, ничего не колет. Хожу 15 минут. Ну что, прошло 15 минут. Кожа слегка так немножко покраснела. Пощипывания были лёгкие. Прямо вот несколько раз. То есть совершенно деликатно, совершенно комфортно смываем. Что вижу по факту. Кожа очищенная. Очищенная, прям такая подсушенная. Как положено. Высыпание мои подсушенные. Чистая, хорошая кожа. Отшелушивает замечательно. Вот по тактильным ощущениям прям супер. Поры стали чище абсолютно точно. Что по пилингу могу сказать. По моим ощущениям, прям вот точь в точь, как первый шаг из трёхступенчатой системы. Первый шаг у нас, собственно, сам говоря, кислотный пилинг. Там были АХ-кислоты. Второй шаг энзимный. Третий шаг С. У нас с вами крем. Похож. Вот похож. Такой же деликатный. Такой же нежненький. Такая же гелевая консистенция. Но составы у них другие. Здесь состав богаче, поинтереснее. Поэтому будем пользоваться, будем пользоваться. Дальше. Что нам нужно с вами обязательно? Братонизировать кожу. Здесь у нас с вами обновлённый мист Океаном. Который подходит и для волос, и для тела. После душа можно на мокрое тело распределить. Очень хорошо работает. И для лица, и в принципе для всего-всего-всего. Тоже первый раз с вами пробую. Пахнет так же серией Океаном. Говорили, что немножко изменили состав. Не знаю. Посмотрим. Ну так, ничего тут особенного нет. То есть используйте в качестве средства после бритья даже. Представляете, успокаивает, значит. Освежает, тонизирует после занятий спортом. Перед нанесением не крема, это всё понятно. На лицо и волосы, для мгновенного увлажнения. Прошлая версия мне нравилась очень. На самом деле и удобно, что есть распилитель. Увлажнилась личка. Слушайте, увлажнилась. Здорово, всё отлично, замечательно. Хорошо. Прямо уже нет вот этой сухости после пилинга. Класс. Не хуже стал точным. Дальше у нас с вами два крема из серии «Эксперт». Новые отбеливающие. Я взяла два. Один у меня ночной отбеливающий крем. Артикул 120.08. Я его уже протестировала. Показывать в этом ролике не буду. Расскажу свои ощущения. Хороший питательный крем. Вот хороший питательный крем. Он такой. Я, кстати, девчонки, так как он заявлен как отбеливающий, наношу его на ручки. Но знаете, с целью профилактики пигментации. И мне хотелось посмотреть. То есть я наношу на кисть вот до самой руки. И мне просто хотелось провести эксперимент. Посмотреть, действительно ли он осветляет. Я прям вот так на ручки, на кисти все наносила. Несколько дней. Но этого, конечно, мало. Этого однозначно мало. И пока как бы разницы никакой не заметила. Руки не посветлее. То есть границы между кистью и рукой, как вы видите, ну нет никакой. Вот так на ночь наносила. Он питательный. Он прям реально питательный. Несмотря на то, что в обзаре заказа, когда мы с вами их обозревали, дневной показался более питательным. Нет, здесь очень крутое питание. И ручкам, кстати, очень нравится. Ручкам очень нравится. И лицу очень нравится. Прям мгновенное питание. И вот именно питание для сухой кожи просто сказка. И знаете, потом такой эффект гладенькой кожи. Как будто там вот есть силикончики. Ничего плохого, кстати, в них не вижу. Очень гладенькая, очень ухоженная кожа. Прям становится вообще великолепной. Мне понравилось. Мне понравилось. И с утра лицо выглядит хорошо, достойно. Поэтому, конечно, смело могу рекомендовать. И нет какого-то эффекта пленки, утяжеления. Он очень быстро впитывается. Вот он впитался, и он как будто кожу заблюрил. Она прям бархат по ощущениям тактильным. Поэтому рекомендую. Дальше. Отбеливающий крем я взяла на день. 15 SPF. Артикул 12034. Его я уже тоже потестировала. Сейчас мы с вами его вместе нанесем. Он слегка такой желтоватый. Он прям не белый, а вот у него есть такой желтоватый подтон. Очень интересно. И что хочу сказать. Мне этот крем понравился больше, нежели вот прошлая версия наша с вами. Отбеливающая тоже. Ну вот смотрите, он как распределяется. Сначала тоже с эффектом маски. Но в нем SPF. Как бы не забываем. Что хочу сказать. Он, вот именно он, этот дневной крем, он мне слегка пощипывает. Знаете, такое пощипывание холодок. Я не знаю, с чем это связано. Именно может быть с тем, что он отбеливает, борется с пигментацией. Нанесите равномерно чистку кожи лица и шеи перед выходом на улицу. Для поддержания защиты повторяйте каждые 2-3 часа. Ну вот на данный момент мне пощипывают. В Т-зоне в основном. Я обильно наношу на места своей пигментации. Он тоже достаточно быстро впитывается. Кажется, даже вроде, что он сначала выбеливает. Но нет, он сейчас усядется на коже. И от него нет такого прям вот эффекта маски, как от прошлой серии, где у нас с вами моментально, с моментальным осветляющим эффектом. Второй вот этот прям. Я с ним с двумя так и не подружилась. Мне не понравились. Нет, у меня такое прям ощущение, что у меня на лице пластилин. Но кто-то их любил. Поэтому каждому своё. Вот смотрите, всё. То есть вот по сути сильного жирного блеска никакого нет. Но на 30-ти градусную жару мне, конечно, его много. У нас пока 30 градусов. То есть где-то через час у меня лицо обильно начинает жирниться прям. Поэтому я пока пользуюсь и припудриваю. Вот так. А сейчас немножко, когда жара подспадёт, очень будет с ним комфортно. Он тоже даёт такое питание. То есть смотрите, кожа лоснится, кожа напитанная. Здесь есть как бы и антивозрастные какие-то компоненты. СПФ защита и плюс отбеливание. То есть такое приятное комбо. Вот на свою губку я побольше наношу. Чтобы прям хорошо. Вот. И 15 СПФ. Как бы вполне себе так на осень. Очень даже хорошо. Хорошо питает. Но если у вас сейчас прям жирная кожа, у вас ещё жара, то отложите его на месяц. Отложите его на месяц. Через месяц однозначно он вам зайдёт. А пока в жару тяжеловато. Вот я говорю, даже мне приходится припудриваться. Хотя я не любитель пудриваться. Ну или использовать алфеточки с чаем. Да, вот эту всю жирность. Потом немножечко промокнуть. Ну вот смотрите сами, какая кожа. Пока говорить о том, что он мне как-то что-то выстрелил ночной и дневной, смысла нет. Потому что мне кажется, надо как минимум месяц пользоваться, чтобы об этом говорить. Но вы все видите, да, сейчас мои пятнышки. Я буду пользоваться только этими кремами на данный момент. И там через три недельки мы с вами эту тему ещё раз поднимем. Вот моя пигментация, да, такая. Запоминайте. Недельки через три посмотрим. Пользуюсь ими на постоянной основе. И потом уже, конечно, вам расскажу. Так, что у нас с вами осталось дальше? Буду делать макияж. Покажу вам помадку. И блеск на губках обязательно. И остались у нас с вами ампульные концентраторы для волос. Либо в этом ролике, либо в следующем уже обязательно покажу. Будем делать. Буду делать один какой-нибудь на Ксюшке, один какой-нибудь на себе. И посмотрим. Потому что у неё волосы жутко полистые. Ей, наверное, вот сам лайк как раз, а мне для окрашенных. Всё потестируем с вами. Так, помадка и блеск. У меня помада в артикуле 41-475 тонн рубиновый. Если честно, мне не понравилось, как она на моих губах смотрится. Я ожидала другого. Это и не красный, и не рыжий, и не ягодный. В общем, смотрите сами. Так, сводчик при искусственном освещении. Но моим губам понравилось то, что она такая ухаживающая. Надо будет взять себе в другом оттенке. Ради так и ничего. А вроде и ничего хорошего. Нет, ну смотри подо что. С каким макияжем глаз. Она высоко пигментированная. Действительно, смотрите. Один раз провёл и всё. Зеркало не взяла. В принципе, контура не требует. Можно себе нарисовать что хочешь. Ну вот как бы так. Вроде такой освежающий красивый оттеночек. Ну не знаю. А мне что-то... Либо был он более освежающим, либо пусть он будет более красным. Ну вот на мой взгляд. Так вроде неплохо, да? Неплохо. Она очень мягенькая. Губки после неё такие хорошие, увлажнённые. Сходит постепенно, равномерно. Всё в этом плане отлично. Стойкость, конечно, плохая. Но если она неплохая, но если кушать не будете, она останется на ваших губках. Немножко подпитается и останется. А если будете, то, естественно, она съедается. Быстро очень съедается, потому что это кремовая помада, да? Поэтому вот так. Ну вот смотрите сами. Вроде такой интересный оттеночек. Ну не знаю. Посмотрим. Сейчас покажу при естественном освещении. Ну и вот при естественном освещении помадка. При естественном поинтереснее, да? В такой освежающий уходит. Камера передаёт правильно, а ещё по сводчим тогда покажу. Посмотрите, потому что у меня всё равно ещё пока держится тут аж губ, и вообще на каждой губах по-разному смотрится оттенок. Ничего так. Освежает. Стирается она вообще моментально. Вот прям салфеточкой всё. Их ни следа не остаётся. Так. Теперь у нас с вами... Сейчас вытру насухо, чтобы достоверно было максимально блеском. Теперь у нас с вами блеск. Блеск у меня в таком достаточно ярком, наверное, самом ярком оттенке. 41 833 карамельно-коричневый. Здесь много всяких таких блестечек. Красивый. Красивый. Я его тоже уже поносила. Понравился. Понравилось то, что я думала он будет... Липким нет. Он совершенно не липкий. Даже волосы не липнут. Поэтому классный. Это действительно такой вот карамельный оттеночек. И пахнет, кстати, карамелью. Можно поверх какой-нибудь помады поиграться. Он достаточно густой. Ну вот. Тоже такой достаточно освежающий, универсальный оттеночек. Мне кажется, очень красивый. Прямо максимально красиво под синие глазки. И он здорово будет. Завтра Ксюшке на 1 сентября им накрашу губы. Вот так. Достаточно высоко пигментированный тоже. То есть есть оттеночек, есть блеск. Кто любит блески, вам понравится. Вот чуть-чуть совсем липнет. Но я ожидала прям худшего. Нет. Блески Фаберлик стали делать очень красиво. А очень красиво. Очень красивыми. И по качеству тоже мне прям вот нравится. Карамельный красивый оттеночек. Вот такой. Сейчас при естественном освещении тоже все сводчи покажу. Можно поиграться. Можно наслоить. Можно сделать еле такой заметный оттеночек. Бледненький. А можно сделать понасыщеннее. Кто как любит. Допустим, если немножко промокнуть. То будет уже вот так вот. Поменьше блеска. И такой достаточно натуральный нюк. Красиво. Мне даже вот так больше нравится. Ну и вот блеск уже промокнула. Когда при естественном освещении. Красивый оттеночек. Мне нравится. Ничего не липнет. Все отлично. Все здорово. И теперь сводчи при естественном освещении показываю. Вот помадка. Вот блеск плотненько. Вот блеск неплотненько. Камера передает верно. Прямо вот верно. Ну и на этом все. Мои хорошие остальные новиночки. Обязательно разберем с вами в следующем ролике. Ссылочка для регистрации всегда под видео. И вот здесь где-то в уголочке для вас подсказочку оставляю. Надеюсь вам было полезно и интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.